Я думаю, что в Крым люди как ездили, так и будут ездить. Просто смотря кто что любит, смотря кто к чему привык. Я всегда любила Крым и написала даже не одну книгу, посвященную Крыму, потому что действительно это были потрясающие пляжи. Но сравнивать Крым с Европой, я считаю, это вообще просто глупо и бессмысленно. Это такое впечатление, что тот, кто сравнивает, он как бы наталкивает европейцев, но как бы нас настраивает против Европы, потому что вот любите свое отечественное, это личное дело каждого и выбор каждого. Если кто-то привык к турецким курортам, то не надо заманивать его в Крым. У него есть свои предпочтения, и он имеет право на свое мнение, на свои предпочтения. Поэтому Крым он есть, был и будет, и он любим, он свой, он родной. И кто-то захочет приехать в Геленджик, с удовольствием отдохнет судаки, но тот-то захочет поехать в Анталию, он должен туда ехать. Но вопрос второй, на какие деньги он туда поедет, потому что, к глубокому сожалению, весь этот кризис, этот дефолт, этот курс, он просто делает закрытый занавес для нас. И я говорю, сравнивать Европу и Крым, ну это глупо. У Крыма своя изюминка, у европейских курортов своя изюминка. И это абсолютно несравнимые вещи. И я опять же говорю, что это просто сталкивать лбами людей, которые будут кричать, ах, вы ездили за границу, а теперь вот все, вам нечего туда ездить, зажрались. Но это глупо, потому что до последнего дня, до кризиса, я считаю, что Египет мог позволить себе любой среднестатистический человек, потому что это не стоило очень дорого. Это любые девушки, студентки могли позволить съездить отдохнуть. Поэтому говорить о том, кто ездил на какие-то курорты, что это зажравшиеся люди, ни в коем случае нет. Это люди, которые могли себе это позволить. К сожалению, на сегодняшний день этого нет.